На библейский портал «Экзагент» пришел следующий вопрос. Какая молитва сильнее, «Отче наш» или «Верую»? Если на то пошло, то, во-первых, «Верую» — это не молитва, это символ веры, это исповедование веры. Молитва — это наш разговор с Богом, мы Ему что-то говорим, мы что-то просим, мы просим прощения, допустим, хвалим Его или благодарим. Читая Писание, мы ответ от Господа Бога получаем на наши молитвы. Если вы только молитесь на Писание и не читаете, то пора изменить свое отношение к этому тексту, к Слову Божьему. А символ веры, он так и называется, символ, не молитва веры, а символ. В древности, когда двое друзей расставались надолго, им необходимо было вести какую-то важную деловую переписку, они брали монетку, ломали пополам, и когда от уехавшего друга, компаньона присылалось письмо с второй частью этой монетки, которая спокойно прикладывалась к первой, то было понятно, что это письмо аутентичное, оно засвидетельствовано особым предметом. То есть символ – это то, что делает символ веры, это молитва, тот текст, который свидетельствует из наших уст Господу Богу, что мы твои. Мы верим, что ты – Бог, Отец, Сын, Дух Святой, Троица, единосущная, нераздельная. Мы верим в церковь, мы верим в единокрещение. Мы верим в то, что ты придёшь снова и ожидаем жизни вечной. То есть это то, о чём мы Господу Богу говорим, кто мы. Мы хотим быть узнаны Богом. Если хотите, то тот ключик от огромных дверей в Царство Небесное. И вот после прочтения символа веры уже можно дальше молиться. То есть мы самоидентифицировались по отношению к Господу Богу. То есть мы не говорим, что Дух Святой исходит и от Отца. То есть мы не вносим ничего нового в этот древний текст. Поэтому сравнивать его с молитвой от Чудашей уже, в принципе, некорректно, потому что это немножко не совсем молитва. И говорить о том, что молитва сильная или слабая – это страшная ересь, потому что это не заклинание. То есть нет таких слов, которые обязали бы Господа Бога что-то важное для тебя сделать. Там сильные молитвы, слабые молитвы, молитвы, которые считаются ночью или совместно со всеми, к огромным количествам людей, в определённый праздник, в определённом месте. Вот это всё язычество христианства, друзья мои. То есть когда-то считали, что Господь Бог глуховат, и надо обязательно читать ему молитвы ночью, потому что днём слишком много народа молится, он всех не сильно так слышит. Или о том, что он такой турецкий султан, надо, чтобы как можно больше людей молилось и умоляли его о ниспосылании всяческих благ. Тогда уж точно он не сможет нам не ответить. Ну, как собирание подписей в защиту кого-нибудь из обездоленных, или ещё каких-нибудь, или для того, чтобы решили твою проблему. Не так работает. Мол, сейчас 10 тысяч соберёт эта петиция, и администрация президента не сможет не ответить, раз на портал собрал столько-то вопросов. И всё, если 10 тысяч одновременно помолится, то Господь не сможет теперь не дать здравия болящему, или не снять с тебя венец безбрачия, или за глаз с тебя не снять. Обычно в чём-то таком молится. Ну, не всегда, но всё же. Я говорю сейчас как раз вот таким людям, которые находятся на таком приблизительном уровне понимания, что такое молитва. Так вот, молитва – это нелегитимное заклинание, с помощью которого мы заставляем Бога поступить так, как нам хочется. Молитва – это разговор с ним. Мы даём свободу Богу. Свободный человек общается со свободным существом. Вообще, образ замодействия Бога с нами, он синергийный, он во взаимодействии. То есть, человека спасает Бог, помогает человеку Бог. Но человек со своей стороны должен сделать всё возможное для того, чтобы достичь желаемого и в земной жизни, и в духовной. Поэтому не может быть вообще сильных молитв. Очень наша хорошая молитва. Её надо читать постоянно, но ещё понимать, о чём в ней говорится, о чём мы молимся. Почитайте на досуге книгу Владыки Венемина Фетченкова «Толкование на молитву очень наша». Очень хорошая, доступная, понятная. Может быть, что-нибудь вы тоже поймёте из неё. Ну и под конец скажу, что если есть в вашей жизни люди, которых вы не смогли простить, не похлопать по плечу и сказать «Всё, дружище, теперь продолжать доверять тебе так же, как и раньше». Нет, прощение немножко о другом. Это не держать как минимум злобу по отношению к тому человеку, которого ты не можешь простить. И не обязательно дальше продолжать доверять. Как вот, молитва «Оча наша» очень в тесном взаимодействии находится прощение Бога в наших грехов с прощением нами тех, кто нас оскорбил, обидел, предал. Так что, хотите её читать, то не забудьте о том, что надо сердечко своё очистить от злобы и ненависти. Это желание всяческих зла, всяческих зол и отомощения тех, кто нам не мил. Вот такие дела. Читайте молитвы все, а не только «Отче наш». В утреннем молитвенном правиле, в вечернем, в церкви. И тогда Бог будет с вами, а вы с ним. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok